Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко и сегодня у нас на распаковке еще одна куколка. Вот такая красавица Макс энд Джесси. Заказала ее на Валберисе. Написано «Принцессы Востока». Коробка красивая, богатая, но так как это Валберис, то видите, вот и здесь, и здесь штрих-кадапа наклеивали. Кари у нас поставщик, наверное, который куколки Кари поставляет. Наверное, это их, я так думаю, бренд делает Макс энд Джесси. Что здесь написано? Что это коллекционная кукла, дизайнерская одежда, 13 шарниров. Здесь все то же самое. И вот несколько кукол в коллекции, но мне хотелось именно эту. Я ее впервые увидела в самом магазине, когда приходила посмотреть на любимых подружек, когда делала обзор. Я вам снимала несколько кукол, которые были, но цена у нее там была, как по мне, слишком завышенная. 3,5 тысячи. Конечно, она мне очень понравилась, но за такую цену мне показалось это очень. Здесь же, когда я решила себе купить вот ту куколку 30 сантиметров, посмотрите обзор после этого видео. Если вы пропустили маленькая, ну как маленькая, 3 сантиметра шарнировая куколка, то думают, наверное же и та кукла должна быть в магазине, если они их предлагают. И стала смотреть у продавца, и да, увидела. И цена у нее была поменьше, чем в магазине, но тоже немаленькая, 1900 с копейками. Но я все-таки решила ее взять, потому что тогда в магазине она мне прям, ну, очень понравилась. Смотрите, какой у нее литико. Где-то на коробке я прочитала шелковые ресницы. Они действительно вот какие-то такие, знаете, необычные. Давайте отрепим куколку от коробки. Мне очень интересно посмотреть на ее фигурку, насколько она отличается от кукол формата Барби. Рост у нее заявлен 28 сантиметров. Здесь прям такие шелковые ткани. Хотя фигурка, ну, сейчас посмотрим, что у нее здесь. Ножки такие прям плотненькие, упитанные. Так, давай, вылезай. Надеюсь, что это только некоторые незакрепленные пряди. Смотрите, сразу прям прям так, ох, лезет. А на ощупь волосы, ну, шелковистые. Так, что это у нас за принцесса Востока? Может быть, думала, может, будет написано на коробке. Кто это у нас? Ну, нет, не написано. Поэтому буду ждать подсказку от знатоков. Принцесса это у нас в какой стране? Япония, Корея, Китай. Думаю, вы по национальной одежде сможете определить. Так, ножки. Словно слабо. О, здесь другие шарниры, чем у куколки, которая предыдущая. У нее на ножках вот такие, наверное, национальные какие-то ботиночки, чуни. Ткань, ткань приятная, мягкая. Мне интересно посмотреть тельце, поэтому давайте будем раздевать. Так, ага, это не пришито. Это отдельно, отдельно у нас одевается. И вот такой. Не буду называть платье, потому что ошибусь. Ой, смотрите, здесь оно прям идет многослойное. То есть верхнее платье. Швы, конечно же, не обработаны. Может быть, проклеены. Нет, даже не проклеены. Хотя, возможно, их краили чем-то горячим. Но можно было бы и... Само по себе, видите, оно такое красивое, конечно, интересное. И нижняя рубашка. Мне кажется, странно то, что она короткая. Но, может быть, так и должно. И очень удивительное, ну, по крайней мере, для меня я первый раз вижу такое тельце, где грудь очень узкая, да, и здесь такие широкие бедра. Давайте мы ее рассмотрим. Видите, шарнирчики отличаются от предыдущей куколки. И качество пластика здесь получше. Наверное, как подороже. Цвет, единственное, у него достаточно такой с розовым отливом. Так, тут написано Made in China 2019. На головушке ничего нет. И головушка просто проворачивается. Проворачивается, но не кивает. Смотрите, как нечестно, когда она голову в сторону поворачивает, она как будто вверх смотрит. Так, по ощущениям волосики приятные. Сейчас распустим, может быть. Так, ну, по крайней мере, тут у меня все работает, ничего не заедает. Вот пальчик. Думаю, что можно будет отмыть, если это не краска. Вот этот пластик, наверное, здесь прорезиненные, как у личка. Ну, не продавливается. И ножки, ну, прям такие бедра упитанные. Так, тут спешу меня отвлекать. И что у нас со стопой? И стопа, получается, тоже подвижная. Вот здесь, конечно, чуть поаккуратней шарнира, чем у предыдущей куколки. Но они достаточно такие, знаете, не тугие. В целом, мне очень нравится. Меня норовят забрать эту девочку. Вон, поиграйся пока, той предыдущей. Так. А я еще взяла Барбиечку. Я почему-то думала, что эта куколка будет схожа с ней по формату. Но нет. Вот, смотрите, куколка Барби у меня... Ну, кроме того, что рост, конечно, Барби, сколько должны быть? 30 сантиметров. Здесь было заявлено 28. Ну, приблизительно они рост одинаково. Но за счет, конечно, большой головы они отличаются. Мне кажется, немножечко у куклы голова сильно вниз наклонена. Я бы вот так чуть-чуть бы ей поднялась. Она вот опускает ее. Ну, может быть, у них такой, знаете, скромный взгляд. И удивительно, длинная шея. Может, ее нужно, может, ее нужно туда посильнее как-то. Нет, я боюсь, что я чего-то там... Ну, вот она как-то будет, посмотрите. Такое впечатление, что это не особенности фигуа. Вот. Вот так, наверное, будет получше. Может, еще. Хотя все равно высокая шея. Но, по крайней мере, она села на свое место. Так, и... Подожди, подожди, подожди. И сейчас мы посмотрим ее с куколкой Барби. Ну, конечно, у нее кельца вот здесь пошире. Сейчас попробуем это платье ей одеть. Оно, конечно, в длину, высоту будет ей большое. Это отдельный мастер-класс для куколок Барби. Называется он Софи. Мастер-класс, наверное, какого? 20-го года. Сюда входит платье вот такое длинное. Длинное и с длиной асимметричное. Пышное, такое нарядное. Поэтому, если что, заглядывайте на сайт и заказывайте платье, шляпка и корсет. В голове был 22-й год. Я сказала, 20-го. Оговорилась. 22-го года мастер-класс. И сюда еще входят вот такие панталончики. Чтобы у куколок были попки в порядке. Да, конечно, фигуры совершенно разные. То есть сюда вряд ли... То есть заменить нельзя будет. Потому что, видите, и грудь отличается, и попы, соответственно, и животик. Но сама куколка, она, мне кажется, кстати, потяжелее, чем... Ну, здесь кукла одетая, поэтому неравнозначно. Но вот это полегче, наверное, будет. Это чуть потяжелее. Здесь отличается вот этот материал. Ну, раз уж я куколку раздела, то можно и попробовать. Ну, я сомневаюсь, что она ей подойдет. Пишите, друзья, есть ли у вас такие куколки. На Балбересе было мало отзывов. То есть мало, я так понимаю, покупок. Потому что кукла, ну, в общем-то, не из дешевых. Поэтому даже не знаю. Так, ширину нам тут подойдет. Тут подойдет. А здесь... А здесь, видите, попа такая упитанная. То есть вот здесь, видите, если какие-то модельки от груди, то будет подходить. То есть вот здесь, в принципе, схожи параметры. А так, конечно, конечно, нет. И, получается, обувь нужно будет на нее тоже подпирать. Немножко маленькая. Ух, как она складывает ножки свои. Давайте вернем к куколке одежду. Смотрите, все-таки швы чем... Ну, наверное, самый раскрой делали, скорее всего, инструментом типа выжигателя или паяльника. Потому что, видите, желтые какие. Сейчас мы оденем ее и посмотрим волосы. Что у нас с прической. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот эта ножка у нее достаточно слабенькая. Видите, вот ничего не делаешь. Она чуть ее толкнешь. Она вот почти самопроизвольна. Так, и волосы я вам обещала показать. На ощупь такие неплохие, приятные. Ох, вот эти прятки. Вот это вот уходит вся. Надеюсь, они не будут все так лезть. Ну, в общем-то, я вряд ли буду делать ей какие-то прически. Поэтому думаю, что куколка поживет нормально. Так. Конечно, мне кажется, более редкая, чем вот у этой куколки. Ну, по крайней мере, по всей голове. Вот такая малышка. Жду, друзья, ваши отзывы. Пишите, есть ли у вас такие девочки. Напомню, что все ссылочки я вам оставляю под видео. Поэтому делитесь с вами фото, если что, в Телеграм или ВКонтакте. Так, я хотела вам еще вот так сделать. Это куколка 28, а это 30 сантиметров. Но, конечно, у них совершенно разный формат. Даже если и по росту они почти где-то рядышком. Но эта куколка более такая девичья, да. А это просто девочка, какая-то школьница. Вот, ну, на мой взгляд. Так, вот, убрать. Обе куколки интересные. Я не жалею об их покупке. Они, мне кажется... То есть, вот, по волочек у меня сейчас уже очень много. Мне очень нравятся некоторые новые куклы из этого каталога. Но смотрю и думаю, ну, как бы много у меня. А тех, которых вот еще не было, мне, наверное, интересно. Поэтому поселились у меня две эти девочки. Буду ждать ваши отзывы, ваши пожелания. Я вам желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в новых видео. Девочки машут вам пока-пока. И я вам тоже машу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok